В Мариуполе оккупанты планируют сделать новую волну зачисток. Местных жителей, неудовлетворенных действиями оккупационной власти, будут преследовать силовики. Причиной такой зачистки стала коллективная жалоба жителей. Мариупольцы, которые находятся в городе, собрали подписи под коллективным обращением к депутату Саблину, который, по сути, есть куратором России в Мариуполе, по крайней мере, был, и направили такое обращение. Но после того, как Путин, Пушилин и другие высокопоставленные лица озвучили, что город будет восстановлен и станет краше и комфортнее, чем до войны, мариупольцы воспряли духом. У них появилась надежда на возвращение к нормальной жизни. Но, увы и ах, эту надежду у многих просто безжалостно отняли. Гауляйтеры Донецкой области недавно заявили о предоставлении нового жилья мариупольцам как компенсации за потерянное. Но официально документ написан так, что получить его украинцам просто невозможно. Фактически никто из мариупольцев не имеет права на получение такой компенсации. Это связано там целым рядом факторов. Начиная с отсутствия реестров, с отсутствия подтверждения права собственности, правоустанавливающих документов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, оказалось большим пропагандистским заявлением, за которым ничего не стоит. И тех, кто этим недоволен, было приказано разыскать. Была выдана такая команда, начиная с этой недели, найти всех организаторов, подписантов и зачинщиков такого мероприятия, как публичная жалоба, и, скажем так, провести с ними воспитательную работу. Такие зачистки проводятся уже не впервые. Если не будет никакого движения, все это будет под райадминистрацией, городской администрацией и так далее, вплоть до приемной Пушилина. В сентябре жители Приморского района тоже собрали подписи и направили жалобу в администрацию президента России. Конечно же, они не получили нормального ответа, но через день, с момента, как они получили обратное письмо, получили такую же зачистку. Тот район, где они проживают, полностью был перекрыт Росгвардией, были проведены поисковые мероприятия, нашли в том числе людей, которые направили, или в первую очередь людей, которые направили, такую жалобу на администрацию Путина. Очень популярно с применением физической силы их объяснили, что так больше поступать не надо. Любое проявление бунта против власти в Мариуполе неприемлемо. И на сегодняшний день очень жестко давится Российской Федерацией. Для кого же тогда строятся новые дома, если у самих мариупольцев нет возможности туда заселиться? Ответ прост. Начинается переселение россиян в город. От 120 до 130 тысяч мариупольцев пребывают в городе. Ну, на такое количество уже, порядка 30 тысяч гражданских Российской Федерации. И количество гражданских России в Мариуполе только растет. Со весны ожидается не только увеличение мужского населения, но и переезд их семей в Мариуполь. То есть при условии, если оккупация затянется еще на год, общее количество россиян может доходить до 100 тысяч. Это, пожалуй, самый точный ответ на вопрос, кому же строят эти дома. За недовольными мариупольцами уже сейчас начинается слежка. Приказ о зачистке уже переходит в действие.